всем большой привет меня зовут насти добро пожаловать во влог и для всех тех кто переживает за оливку мы его любим и не обижаем а это моя первая вылазка в магазин который находится на первом этаже нашего дома у нас конечно прямо большие проблемы с детскими игрушками оливер ну считает что это все игрушки его и если вы знаете методы борьбы с этим то поделитесь пожалуйста в комментариях мы все-таки решили приставить детскую кроватку к нашей убираем портик и с помощью обычных хомутиков соединяем ножки обеих кроватей на самом деле это не имело большого смысла потому что высота кроваток все равно разные что с этим делать мне пока не понятно на озон мы также заказали две метеостанции я об говорила они очень миленькие очень маленькие на самом деле это их плюс их можно прикрепить вот таким образом как мы сейчас делаем а можно просто поставить можно также если не ошибаюсь подключить ее к телефону и отслеживать температуру в общем да здесь и температура и влажность только что меня обхакили аппетит она уже стала такая вертлявая уже все ей вода вот эти вот рефлексы конечно прикольные нужно такая поинтереснее становится девчонка это мой супер маникюр это отросшие ногти которые просто обрезаны кусачками не знаю надо просто снять наверное и остаться без покрытия потому что возможности на пару часов уйти куда-то думаю у меня не будет пока что ближайшие месяцы вот поэтому быстрее будет просто снять и делать маникюр вот так наверное и поступлю всем большой привет решила немножко поболтать с вами сейчас хотела достать свои джинсы и но только в одни влезла и то с горем пополам я 74 килограмма было когда рожала и сейчас я 64 то есть десять килограммов ушло за получается две недели я надеюсь что другие десять уйдут также быстро но к сожалению так не получится потому что скорее всего вторые десять это уже то что было наедено и нагулина вообще хочется перебрать гардероб чтобы понять чего туда добавить но не очень наверное целесообразно это делать сейчас потому что джинсы не купишь ну только если какую-то спортивная одежда там не знаю худи штаны спортивные что-нибудь такое вот у нас на улице потеплело заметно и уже в принципе ну теплую одежду можно убирать но вот у меня не в чем ходить вообще в принципе надо будет подождать пока еве исполнится хотя бы месяц и ну уже поехать в магазин и что-нибудь себе купить время летит очень быстро казалось бы недавно совсем рожала а уже две недели оказывается прошло даже чуть-чуть побольше и и кажется что ничего не делаешь ну что ну что ты делаешь постоянно кормишь укладываешь спать там подмываешь меняешь подгузники а время просто пролетает незаметно то есть мне даже ну я не сижу там постоянно в телефоне в инстаграме да у меня видео там на ютубе играют но так вообще куда бежит время да и короче уже как бабка старая каждый день думаю о том как быстро бежит время и повторяю одно и то же блин как быстро летит время но это и так понятно мне кстати нет никаких депрессий слава богу ну пока что и не знаю может быть они должны попозже прийти мне очень помогает муж ну то есть он постоянно думает о том поела я или не поела там с евой постоянно чего-нибудь поделает подержит посмотрит посетит но он еще не очень научился ему еще нужно потренироваться переживает очень сильно постоянно говорит давай вызовем кого-нибудь вдруг мы делаем что-то неправильно чем да но ничего страшного мы все сможем все преодолеем вот мы гуляем с колясочкой уже наверное неделю ну может быть чуть побольше и вот я уверена что например в лос-анджелесе колеса у коляски никогда не бывают грязными у нас же это просто ужас стыдно на улицу выходить потому что просто ну мыть постоянно не представляется возможным хотя колеса у этой коляски достаточно легко снимаются и на самом деле можно их после прогулки снимать и мыть но короче говоря это реально невозможно делать каждый день вот и ну бросаются в глаза мне по крайней мере эти грязные колеса у коляски бесит и еще помимо коляски бесит что каждый говорит ну у кого уже есть дети спрашивает там ну что как вы и когда ты отвечаешь ну все в порядке мы вроде бы там даже поспать умудряемся все говорят а подождите сейчас будет месяц стукнет и все халява закончится будете слушать рев и плач целыми сутками ну как бы как бы понятно и так на самом деле там будем слушать вообще сегодня первый раз пойдем гулять не с мужем а с подружкой подружкой с ее сыном ему год год и четыре вроде бы погуляем вместе у нас только что отвалилась прямо вот эта вот штучка от пупочка и сейчас я его протрусила веточка спиртовой и все у нас зажили практически пупочки я сейчас прошу вас не пугаться вы сейчас видите наш гардероб в каком прекрасном он сейчас состоянии и я хочу начать с маленького разобрать ящик с нижним бельем и я думаю что дальше дело пойдет уже интереснее и так прошу любить и жаловать вот эта куча набирается здесь постоянно я уже не знаю что с этим делать нужно просто добавить полок и складывать туда одежду нормально а это я сняла уже ящики с той одеждой которую я упирала на время беременности и в принципе на уже холодное время года это тоже надо разобрать сверху висит одежда Кирилла снизу висит моя одежда ну и собственно говоря вот этот ящик который мне нужно разобрать вот эта маленькая мадмазуля будет наблюдать сейчас мы снова наденем на шочки да, да, да мои планы и планы Евы к сожалению сходятся очень редко не получается убрать ящик потому что я хочу сидеть на ручках собственно говоря вот что я получила половину просто выпросила отсюда и потом когда будет нужна буду заказывать уже новое у нас дома есть станция Алиса и мне так... блин ах в общем мне так нравится Алиса хватит не удалось вам короче рассказать вот эта заставка которая была в начале я сейчас еще раз ставлю эти заставки они как бы автоматически включаются долго не даешь ей никаких команд и так красиво вот та которая сейчас была она нам так сильно подходит мне вообще очень нравится вот эта заставка мне кажется она к нам вообще здорово подходит ввиде того что солнышко светит и на стены и цвет стен очень перекликается с оттенком который там он был но это уже другая заставка тоже красивая но не очень подходящая а вот это уже мы не можем ее его как вопьет она 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 Кирилл и Ева пошли на чайчик погулять. И это значит, что в этот чайчик я могу поспать. Но сначала нужно попить чай. Как раз он закипел. Чай и никуда... горячий чай. И никуда не спешить. Клево. Вот это я придумала. Недавно к нам приходила моя хорошая знакомая и принесла мне тортик. Она сама изготавливает торты на заказ. И если вдруг вы тоже из города Калининграда, я оставлю ссылку на неё в описании. Очень вкусно и очень красиво. А на этой ноте я заканчиваю влог. Большое спасибо, что посмотрели его до конца. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok